привет как дела сегодня расскажу как я недавно открыла для себя кусочек лондона практически рядом с моим домом находится шопинг-центр под названием лондон мол так и называется лондон мол об этом торговом центре я уже знала но как бы ходила туда мимоходом там у нас была карусель вера марлен ту самую про которую я недавно рассказывала и я ходила только по первому этажу а вот недавно мы зашли кто-то побежал челси иди сюда и вот недавно мы с мамой зашли туда в эльдорадо я покупала себе жесткий диск насколько я помню и так как он находился на втором этаже мы узнали что оказывается не только на первом этаже есть вот эти вот лондонские артефакты а также и на втором на третьем и на четвертом этаже и вот вчера я сходила поснимать что же там есть и какие интересные фишки я нашла сегодня об этом рассказ но на первом этаже естественно я видела уже лондонское такси черный кэп телефонные будки стоят практически по всему шоппинг-центру и на входе шоппинг-центра кроме того туда до пандемии ездил маршрутка сейчас не знаю по моему она не ходит бесплатно от метро большевиков и плюсом к тому там есть еще какие-то британские пекарни называется так не ходила не пробовала как нибудь схожу расскажу и покажу и вот как раз на втором этаже мы увидели там есть такой такая эре как это сказать по-русски такой отдел для детей где там учат собирать конструктор лего и собранный биг бен лондонское колесо обозрения различные такие фишки я снимала конечно телефон очень мало видно в деталях но интересно помимо этого вход в туалеты оформлен так что там написано ледис там такая леди с зонтиком дизейбл и джэнс джэнс джэнтэнн кто там у нас идет сегодня мне помогает вот это вот рыжая рыжая вести да вот это вот штучка вот эта штучка дрючка там еще есть такие фигурки лон королевских гардс эти как они называются то гвардейцы так начинается чалси ну вот посмотрите что у нас творится чалси кстати вот у меня даже постель оформлена в стиле лондона ну так вот и там стоят такие королевские гвардейцы ну фигурки вырезаны и разные интересные штуки написано рок-н-ролл forever keep calm and что-то там shopping on я точно не помню но я все сфотографировала и показываю вам и и и и и и и и так как я увидела все это на втором этаже я решила посмотреть а может быть и на третьем этаже что-то такое интересное есть а там находятся кафешки различные макдональдс кейси вот такие быстрого приготовления люди сидят кстати еще пандемия вторая волна пошла но пока они закрываются у нас кортфуды поэтому интересно было поснимать и там тоже различные фотографии лондона и зал оформлен так как будто бы то ли чарен кросс мне напоминает в общем там какие-то зеленые такие железные конструкции и отделка такая белым и даже не знаю как это все описать но вы сами видите на фотографиях на видео напоминает станцию чарен кросс дальше я поехала на четвертый этаж где находятся кинозалы я даже не знала что у нас там есть кинозалы но увидела значок лондонского метро и там было написано зал номер 3 4 что-то такое я поняла что это кинозал решила посмотреть что же там наверху а наверху такая красивая эрея кто тут копает под меня ммм кто такой хулиганкин а наверху находятся очень красивые интерьеры кинозала оформленные красными диванчиками и столиками ну видимо там люди приходят садятся чтобы ожидать свой сеанс пьют может быть что-то закусывают купленное в баре на столиках на которых написано лондон и оформлено это в виде британского флага помимо этого также туалет оформлен в виде значка лондонского метро и написано WC и напротив всех кинозалов там такая тоже есть площадка где написано непонятно что какая-то конструкция железная иди вот так вместе будем рассказывать и ко мне подошла женщина и говорит вы что тут снимаете я говорю а что нельзя она говорит не-не можно просто хотела рассказать и в общем говорит эта конструкция я говорит сама не понимала кто тут у меня такой хулиган хулиган чей-то такой носик носик у носик носик у носик говорит что это слово означает вечность она говорит я так долго ломала голову но так и не поняла что тут написано Кто такой хулиган? Кто такой хулиган? Тихо, 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 тихо. Я тоже посмотрела, думаю, forever или ever, но так и не поняла тоже, что там написано. Если кто-то поймёт, расскажите, оставляйте в комментариях, посмотрим, кто разберётся, что же это за слово. Ещё мне понравилось, что там эскалаторы сделаны в виде таких газет The Times, что-то там The Daily, по-моему. И очень интересно было почитать какие-то очень старинные новости. Вообще очень красивое такое оформление London Mall, очень сильно напоминает Лондон. Даже у них есть мусорки в виде литр, лита написано. Я раньше приехала, когда в первый раз в Лондон, и думаю, что же такое литр, что там находится. Это, оказывается, мусор. На входе там на полу высечены как-то в виде паунда, в виде фунта стерлингов, такой железной монетки. Вот этот вот королевский знак, королевский герб. В общем, очень много всяких мелких деталей, флажки на потолке в виде английских флагов, гвардейцев, там ещё что-то. Много деталей, которые напоминают мне про Лондон. И, в принципе, когда я скучаю по Лондону, я иду в London Mall и так просто провожу время. Один раз мы были прошлой зимой с моей подружкой, там ещё ёлку ставят. Очень красивая ёлка была, и мы там пофоткались. А вечером в шопинг-центре загорается такой иллюминацией, написано London Mall. И практически всё это видно с моего балкона, и я просто кайфую. Поэтому, если Настя не едет в Лондон, то Лондон едет к Насте. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok